Девочки, всем-всем огромный привет! Сегодня наконец-то закончила снимать видео с того момента, как мне пришла мебель. В общем, по кусочкам там собирала весь процесс сборки, распаковки и то, что у меня в итоге получилось. Я, конечно же, сняла на видео, поэтому сегодня обязательно вам это покажу. Также видео о небольших моих покупках и после него я сразу пойду красить волосы. Обязательно вам покажу ту краску, в которой я крашу волосы, если, допустим, я не дождаюсь своего мастера, либо она не может, тогда нет проблем мне самой подкрасить корни, так что обязательно вам покажу, потому что этот вопрос очень-очень часто возникает у девчонок. В общем, если вам интересно, то оставайтесь со мной и всем приятного просмотра! И также хотела вам показать кофту, которую я купила в Ракфеле на ночной распродаже. В общем, так-то она, в принципе, обычная, но у нее есть вот такие зайчьи ушки. Там были еще и медвежьи, но так как она мне по цвету больше понравилась, чем с медвежьими ушами, моя подруга вообще себе классную кофту урвала, потому что она первая на них наткнулась. У нее прикольные здесь, в виде карманов такие сердечки, они мохнатые. И вообще сама по себе у нее кофта гораздо лучше, чем у меня, но так как я первая нашла подруга, мне уже осталось удовольствоваться тем, что там осталось. И вот к вопросу о краске, значит. Я покупаю либо вот такую краску, у нее оттенок 5,86, либо я покупаю такую же краску и оттенок у нее 5,85. Он, по-моему, называется Ореховый коктейль, а это металлический золотисто-коричневый, в общем. Очень красивый цвет у нее, конечно, у меня такой никогда не получается, получается темнее. Но сейчас я буду постоянно только корни подкрашивать, в итоге должно что-то потом получится выйти вот на такой цвет. А то, что мне мешает парикмахер, какие краски, я, честно говоря, не знаю. Какие-то, не помню, нет, даже не буду говорить. И также покупала вот такую краску, у нее номер 415, Каракас. Я не знаю, как это, наверное, да, Каракас. Дип Браун, это темно-коричневый, по-моему. Вот. И не знаю, у меня так эта краска будет вообще на волосах черная, поэтому я думаю, сейчас, какой я буду красить, то, скорее всего, вот эта. Так что, девчонки, 5,86, либо 5,85. Ну вот, мне привезли мебель. Сейчас я буду все открывать и попробую что-то своими силами собрать. Больше всего я, конечно, переживаю за комод, потому что комод я никогда сама не собирала. Вот эти нижние полки длинные, это я уже собирала, как вы видели, наверное, я снимала этот процесс на видео, когда я снимала, ой, когда я собирала треугольную полку. Здесь прямоугольные они, поэтому думаю, что мне не составит труда собрать две нижние полки. И вот в этих коробочках у меня были заказаны разные коробочки тоже, для того, чтобы обувь хранить, органайзеры для нижнего белья, носочков и так далее, тоже вам обязательно покажу. Ну, в общем, сейчас я буду приступать. И хотела показать, какой я Жене сделала подарок. Это мне на какой-то праздник, просто так. У нас раньше уже были инструменты, но, к сожалению, мы отдали их знакомым. У них обокрали гараж и получилось, что все наши инструменты украли, в общем-то. Вместе с их какими-то там тоже инструментами. И как бы нам ничего не возместили, но ладно, не в этом суть. В общем, все инструменты, если нам что-то было надо, мы всегда брали тоже у знакомых. Вот. Но потом я уже решила, что хватит брать у друзей и знакомых, потому что, ну, все-таки такие вещи должны быть свои собственные. Поэтому, когда мы с Женей были в строительном магазине, я увидела вот этот набор Жени, он тоже очень понравился. Ну, он мне запрещал, чтобы я ему покупала, потому что он очень дорого стоил. Но я решила, почему нет. Тем более, это, не знаю, вещь такая для семьи, для дома. И если он любит что-то мастерить своими руками, то, мне кажется, такая вещь должна быть. В общем, и вот такой набор. Это марка Макита. Я не знаю, девочки, говорит ли вам что-то эта марка. Но я думаю, что мужчины эту марку знают хорошо. Дальше здесь. Вот. Кстати, здесь вот эти есть штучки, которыми можно было делать, как это сказать, когда зеркало. Помните, Женя показывал, что у него не было, он как у кого-то брал. Теперь у него вот свои всех разных размеров. Можно еще сделать кучу зеркал. И вот еще такой нижний тут. Так, и, наверное, первое, что я попробую собрать, это будет... Ну, блин, кому? Ну, блин, кому? Называется... Теперь. Ой, мой. Нельзя ножиком лезать. Мама, ну, честно говоря, я вообще теряю с чего не начинать. От комода просто нереально много деталей. Сейчас вам поближе покажу. Это все комод. Очень много деталей. Честно говоря, я не ожидала. Вот такая не очень сложная конструкция. Вот еще детали. А всякие булки, шурупчиков. Просто нереальное количество. Вот и сколько. Очень много. Даже не знаю. Ну, сейчас что-нибудь попробую. Найду инструкцию и посмотрим. В общем, вот такая инструкция. Меня сильно огорчила, потому что нельзя использовать шуруповерт. Нужно использовать отвертку и молоток. Ой, боже мой. Это осложняет задачу, потому что все придется крутить вручную. Здесь инструкция на четырех страницах. Вот. Ну что, сейчас приступим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, вот, девчонки, все, что я собрала своими силами. Конечно, основная часть еще впереди. Этим будет уже заниматься Женя, там, вешать их и все такое. Честно говоря, я очень устала. Вчера я одну полку собрала в 3 часа ночи и сегодня утром еще одну. Ну, она уже, конечно, далась мне гораздо легче, потому что они две одинаковые. И поэтому я уже знала, как ее собирать нужно. В общем, так что все, что я могла своими силами, я сделала. И вот так у меня получилось. Все остальное, здесь еще очень много работы, полки дополнительные делать. Это все уже будет делать Женя. Так что вот. Кстати, я хотела вам показать коробочки, о которых я говорила. Я заказала специально для хранения обуви. Я заказала 4 коробки, там было по 2 в комплекте. Их можно подписывать сюда, например, что у вас тут лежит. На самом деле их тоже пришлось собирать, они были в разобранном виде. Вот сюда я сложила такие свои, не знаю, как их назвать. В общем, эти у меня пока, по-моему, пустые. Да, только две пары я положила. Но у меня были еще коробки от другой обуви, родные их коробки, в общем. Я их пока сюда положила, это тоже так не останется, просто их некуда было девать. И также хотела показать коробочку, которая мне просто очень понравилась. И она была, кстати, в собранном виде. Это такая коробка для хранения нижнего, ну, нижнего белья, может быть, носочка. Вот так она выглядит. Хочу еще потом, может быть, штучки 2-3 заказать, потому что очень удобно. В общем, и смотрится она довольно красиво. Не знаю, влезет ли она на ту полку в ширину. Скорее всего, нет, поэтому будет стоять вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, вчера я ездила в Таллин опять к зубному врачу и зашла. Там рядом есть у нас магазин, где российская косметика продается. Хотя вот эта турецкая, но в основном там все-таки российская косметика. Я купила от Farmacy два спрея, один такой Body Mist. Это что-то, наверное, типа под Victoria's Secret сделается, но, конечно, разница в цене, я думаю, что колоссальная. Вот он, по-моему, стоит 4 или 5 евро. И это точно так же. Вот этот фруктовый мне не особо понравился. Ну, обычный фруктовый запах, хотя я очень рассчитывала, что здесь я услышу отчетливо запах дыни. Но мне показалось, что лайм очень сильно перебивает. А что касается вот этого, у него очень-очень сладкий запах. Я его выбрала, потому что здесь есть бергамот. А бергамот я просто, я не знаю даже, как объяснить. Это моя очень большая любовь. Вот он пахнет довольно сладко. А я сладкий запах и не особо люблю. Но, тем не менее, мне приятно его слышать на себе. И что касается стойкости, ну, может быть, не знаю, полтора часика он где-то держится. И даже если не использовать его на себе, можно в своей квартире, в своем доме просто использовать его как освежитель, приятный для воздуха. И еще купила я вот такую штучку, Байкал Хёрблс. Я первый раз пробую. Вообще это, ну, у девчонок видела. Не знаю, я вчера, да, вчера я протирала им лицо после того, как я уже помылась, смыла косметику. Мне очень понравился он. Кожа после него была очень гладкая. И я, конечно же, после того, как выложила там пост о составах косметики, озадачилась составом именно этого. И меня порадовало, что здесь разные вот экстракты пастернака уже, по-моему, с третьего места начинается. Так что, в принципе, мне эта вещица понравилась. КОНЕЦ КОНЕЦ